А по традиции в преддверии общегородского праздника цветов по районам проходят специальные конкурсы среди управляющих компаний и жителей многоквартирных домов. На них выявляют лучших по озеленению и цветочному оформлению дворов. В Комсомольском районе своих победителей уже определили. Цветы разных сортов, статуэтки и множество других приемов используют жители многоквартирных домов, чтобы в их дворе было уютно и красиво. Это замечают не только прохожие, но и специалисты управляющих компаний. Именно они выдвигают кандидатов для участия в районном этапе конкурса. Здесь где-то жители, где-то старшие по домам активные. Вот так вот высаживают действительно клумбы, создают красоту. Чтобы им было приятно, значит, жителям было приятно. В Комсомольском районе именно жильцы домов, которые обслуживают жилком сервис, и оказались в числе лучших. Насколько серьезна конкуренция, можно увидеть даже на примере одного из дворов. Здесь цветник у каждого подъезда. Я не первая начинала эту клумбу. У нас Валя Баданова начала в самом начале, вот из третьего подъезда. А потом так друг за дружкой мы пошли, начали сажать. Мы делимся друг с другом. Кто-то что-то увидел красивое. Если есть возможность, мы друг другу даем. Интересные клумбы и композиции ландшафтного дизайна можно обнаружить и в 10-м комплексе поселка ГЭС. Пусть здесь россыпь цветов не у каждого подъезда, но брали не количеством, а качеством. Я сама захотела, я сама развела, я сама ухаживаю и я довольна. Очень многим нравится. Некоторым домам я уже дала рассаду, которая у меня выросла. Цветы, которые очень нравятся. Победители все как один утверждают, что возводили эту красоту не ради призов и подарков, а на радость себе и соседям. А то, что их работу отметила жюри конкурса, вдвойне приятно. Наградят лучших в номинации «Озеленение и цветочное оформление участков у подъездов» 30 августа во время проведения общегородского праздника цветов. Валерий Заседов, Дмитрий Кравченко, Ильнар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны.